В Кливленде, штат Огайо, поставят памятник Супермену, который обойдется в более чем 3 миллиона долларов. Четырехметровая статуя будет стоять на 11-метровом постаменте. Придумали Супермена как раз уроженцы Кливленда. И да, скульптура будет из стали. Ну, типа новый фильм, человек из стали, все дела. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мысами по поводу некоторых странных и не очень событий последний дней. Ученые из университета Райса в Хьюстоне, штат Техас, сообщили о разработке управляемой подводной лодки размером в одну молекулу. Или точнее в 224 атома. На самом деле это не совсем лодка. Официально это унимолекулярная подводная нано-машина. Управляет этой очень-очень маленькой лодкой, воздействуя ультрафиолетовым излучением, заставляя ее быстро-быстро вращаться и ввинчиваться в воду. И хоть за один полный оборот она преодолевает всего 18 нанометров, в секунду она вращается до миллиона раз и перемещается на 2,5 сантиметра. Относительно размеров этой субмарины, такая скорость делает ее быстрее, чем самые скоростные подводные лодки. Впечатляет еще то, что с такой скоростью она пробивается сквозь среду полную частицами примерно ее размера. Производство таких молекул субмарин включает 20-ступенчатый процесс синтеза. А вот что, как, зачем и почему остается гадать самостоятельно. Но в науке такое часто, сначала что-то делается, а потом уже находится применение. С первой половины 20 века в Америке существует такое понятие, как черная пятница, распродажа, которая начинается после Дня Благодарения и открывает сезон распродаж на рождественские праздники. Сейчас, впрочем, это распространилось далеко за границей США, на деле это полный хаос, вплоть до драк, когда скупается все практически не глядя. Я слышала, продавцы особенно любят, когда покупатели, пошуршав дому пакетами, начинают нести обратно ненужное, за которое буквально пытались убить кого-то давеча. Я это к чему общая, компания, которая выпускает достаточно популярную карточную игру Cards Against Humanity, очень неплохо заработала в черную пятницу. Очень и очень неплохо, учитывая, что ничего не продала и не предоставила никаких услуг. В общем, в качестве шутки у себя на сайте компания разместила супер предложение, отмеченное как распродажа. Заплати 5 долларов и не получи за это ничего. Чтобы осуществить покупку, надо было обязательно отметить галочкой, что вы понимаете, что вы ничего за эти деньги не получите. И эти ребята заработали более 70 тысяч долларов, больше 11 тысяч человек заплатили по 5 и более баксов на этой щедрой распродаже ничеготины. Блин, а я пропустила, надо было себе и друзьям взять. Эти ребята не в первый раз интересно выступили, я уже как-то рассказывала про их распродажу в бывших каках. Главное, что есть спрос. Создатель карточной игры обещал продолжить шутить, раз это получает такую положительную реакцию. Вот и здорово. Ну а напоследок, в рамках нового проекта для слабовидящих «Невидимое искусство» портрет Джоконды был переведен в трехмерное изображение. Есть много людей в мире, которые слышали о классических произведениях всю жизнь, но не в состоянии увидеть их. Теперь они могут впервые испытать впечатление от картины и сформировать они собственное мнение. Рассказал инициатор проекта. «Мона Лиза стала первой объемной картиной этого проекта, но будут и другие. Планируется, что после разработки трехмерного изображения произведений, технические данные для печати будут общедоступными и бесплатными». Одна из целей проекта – сделать искусство общедоступным в мире. Существует проект за счет собранных краудфайзингом средств. Круто, благое все-таки дело. Ну а у меня для вас есть сказочный сюрприз. У Неновостей появился свой неновостной котелок, где все варится. Заходите, гляньте, ссылка в описании, всех жду. И да, многие в интернатах все мечтали вернуть 2007-й, поэтому пока что котелок выглядит в этом духе. Так что наслаждайтесь, пока не починили. Ну а коммент дня к прошлому выпуску написал Николай Андрюшин. Надо было все-таки упомянуть в письме, что я хотел игрушечный вертолет. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на Неновости, а также на мой второй канал Будум, где я играю с вами в игры. Ставьте лайк и не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Если вдруг сами ответитесь на что-нибудь интересненькое, смело скидывайте. Это в соответствующей теме на странице Неновости и ВКонтакте. Подписывайтесь на нее, а также не забудьте про Твиттер, Фейсбуки, Инстаграм и Гугл Плюсы. И одноклассники еще, кстати, есть Твичи. Не забывайте читать наш замечательный блог, который мы ведем уже более 7 месяцев. И спасибо всем тем, кто поддерживает мой проект. Подробнее об этом можно узнать по первой ссылке в описании. Поддержи.неновости.ру. Пока. Хи? Тигр, Амур и Козел Тимур навели достаточно шуму своим необычным братством. Есть обеспокоенные поклонники, которые требуют зверей расселить. Мол, не ровен часто... Я не знаю, почему я это делаю. Хорошенько, но я королей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.